Начинается с истории Закхии. На иврите его имя означает «невинный». Ирония такая, да? Наверное, в тот момент он не был уже таким без вины, но он стал без вины. И это идея возмещения ущерба, которая очень сказана в Торе. Когда человек исповедовал какой-то обман и добровольно возмещал ущерб, Тора требует возвратить украденное, плюс еще добавить к тому 20%. Кто был пойман в воровстве, должен был уплатить вдвое. А человек, который воровал какие-то основные вещи, продукты, и без жалости это было, должен был возместить в четыре раза. И мы видим здесь, что Закхии полностью кается, не только признает жестоко свое поведение, бессердечность, но добровольно берет возмещение на себя. И по этой причине Ишуа сказал, спасение пришло дому этому. А в 35-м стихе въезда Иисуса в Иерусалим. До того он еще отослал своих учеников, и они нашли ему этого осла, ослицу. В некоторых историях, в других версиях Евангелия, в том числе в этом Евангелии, там говорится, иди в деревню. И при входе в деревню ты найдешь осленка, ослицу, на которой никогда не ездили. Развяжи и приведи ко мне. Я слышал один раз проповедь одного правоведника процветания по этому поводу, американского. И он сказал, это только лишний раз доказывает, что Ишуа никогда бы не ездил на бывшенной машине. Это про процветание. Это пример. Whether that's true or not, I don't know. Okay? But that's not the point here. Но не в этом суть здесь. Ишуа, on the cult, entering Yishraim, fulfills the prophecy of Zechariah 9.9. Просто этим Ишуа исполняет пророчество Исаии 9.9. Note humbly reflecting Ишуа's first coming to die for our sins. И что первый приход еще умереть за грехи. И его второй приход что он приедет на лошади. They just got the joke. До вас дошла шутка такая, да? We have a saying, they got it like giraffe because it's so long. Дошло как до жирафа. In English we sometimes say the joke is sometimes like a feather. It takes a long time to fall. Like what? Sometimes like a feather. А, получается, это шутка как перышко. Пока упал на пол. Okay. But the point is, the point is, that it's a fulfilling of prophecy. That it's a fulfilling of prophecy. Okay. From Zechariah 9.9. Zechariah 9.9. And we need to remember at his second coming he will be on horseback. And we need to remember at his second coming he will be on horseback. Revelation 19.11. As befits as befits the king. In verse 38 we have them shouting praise. Please deliver us to the son of David. In verse 38 we have them shouting praise. To the son of David. Sometimes it's it's seen as a sort of proclamation or acclamation of praise. But the implication is that the crowd recognizes and honors Yeshua as Messiah. But the implication is that the crowd recognizes and honors Yeshua as Messiah. Please deliver us son of David. It's a messianic title. It's a messianic title. And the crowds wanted the Messiah to deliver them from the rovan overlords. Again in quoting Psalm 118.25-76 they were recognizing Yeshua's messiahship when they shouted blessed is he who comes in the name. только благодаря той фразе что они выкрикивали благословен царь грядущий во имя Господне. Грядущий во имя Господа во имя Одная. The one who exercises God's power here on earth. Тот, кто Божью силу на земле здесь применяет. Okay in verse 43 I'm covering now just the most important points. Okay verse 43 For the days are coming says Yeshua when your enemies will set up a barricade around you and circle you and hem you in on every side. Ибо придут на тебя дни когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. And 44 And dash you on the ground you and your children within your walls и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят тебе камня на камне. And all of this because you did not recognize your opportunity when God offered it. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. This is also a fulfilling of a prophetic word. Это тоже ссылка или исполнение пророческого слова. This mode of punishment for Jerusalem is spoken of in Isaiah 29 verse 3 об этом говорится в Isaiah 29 3 Jeremiah 6 6 and Ezekiel 4 2 The very explicit prophecy of this and the following verse was was fulfilled in the Roman conquest of Yerushalayim in 16 66 to 70 CE в 66 по 70 годы Okay, we move on to verse chapter 20 20 20 Yeah, we've basically covered one of those points already earlier on. I've already talked about some of these of these stiches but let's just look at verse 16 because there's something that you need to know here. in 16 verse 16 He will come and put an end to those tenants and give the vineyard to others. He will come and put an end to those tenants and give the vineyard to others. When this when the people heard this they said heaven forbid bid. Okay, it's talking about what came previously when Yeshua gave an example of a vineyard. It's a commentary to the previous story of a vineyard. And there were those who should have looked after it. and when the owner came to collect what was due to him and when the owner came to collect what was due they beat his servants mistreated them and then eventually killed his own son. It's a very strong picture of the history of Israel. It's a very very clear picture of Israel. Yeah. But it's also the phrase here that we're looking at heaven forbid. In which verse? In verse 16. In verse 16. It's the Greek me keno tori which some modern versions render literally let it not be. And пусть этого не произойдет, пусть этого не случится некоторые переводы. But actually this loses the force of the idiom as it's used in Scripture. Say it again. This but this actually loses or takes away the strength of the idiom. but it's in the septuagint translated from the Hebrew the Hebrew expression is kal of hal liah. It's 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 like we find in Genesis 44 verse 7 and 17 Joshua 22 29 and Joshua 24 verse 16 the actual meaning of this would be profanation a curse on it away with it to disprove of it a curse on it away with it to is not to not to not not to 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 not this may be Hebrew's most intense wish for negation therefore the KGV uses God forbid say it again this this may be or may this may be Hebrew's the Hebrew's most intense wish for negation in other words for some not to let something happen it is most important word in Hebrew which could be for to 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 that why the English translation in the KGV uses God forbid if you're saying something is going to happen and that really shocks you in English you would say please God or you would say God forbid meaning please God don't let it happen okay so it's very strong yeah so that is the Hebrew it's the Hebrew halil la yeah okay in chapter 21 chapter 21 verses 20 to 23 here we have however when you see Yerushalayim surrounded by armies then you are to understand that she is about to be destroyed then you are to understand that she is about to be destroyed those in Yuda Yuda must escape to the hills those inside the city must get out those inside the city must get out and those in the country must not enter it for these are the days of vengeance Потому что это дни мщения. Исполнится все написанное. Здесь Ишуа предсказывает разрушение Иерусалима в 66-м году. Дни мщения о котором говорится также в авторзаконе 32-35. Это время, когда Адонай будет судить свой народ за то, что они были нечестивыми и забыли его. Но контекст таков, что Бог все равно простит свой народ и землю их. Также об этом говорится в Иеремии 46-й главе, 10-м стихе. И Исаии. Хосея 9-7. Ишуа обращался к своим ученикам. И хотя исторических доказательств недостаточно или не такие явные, что мессианские верующие в Иерусалиме запомнили слова Ишуа, вот эти слова, и в 66-м они вышли из Иерусалима. И местом называемого Бехел на востоке Иордана. И также понимают, что такое предвидение событий, основанное на словах Мессии, на том, какое он поручение дал, то, как восприняли это не мессианские евреи, не мессианские верующие, то, что это была неверность по отношению к Родине в годы войны. И это стало одной из причин мести мессианским верующим в Ишуа. Thinking what? Sanctions against them. Like what? Killing? Yeah, or X. Or pushing them out and saying they were no longer Jews. повлекло соответствующие санкции, либо их убийство, либо исключение их из еврейского общества. в 24-м стихе. It says, Some will fall by the edge of the sword, others will be carried into all the countries of the Goyim, and Yerusalem will be trampled down by the Goyim until the age of the Goyim has run its course. Many believe that the prophetic message in the final part of this verse has been fulfilled in our own days. Многие думают, что вторая часть этого стиха пророчески исполнилась в наши дни. After nearly 2,000 years. If this is so, it constitutes a powerful argument for believing in Yeshua, то тогда таким образом возникает очень сильный довод веры в Yeshua. The verse opens, Some will fall by the sword. Так как начинается такими стихами. Падут от острия меча. This indeed was initially fulfilled in the rebellion of 66-70. В принципе, это произошло в этом бунте. What time? 66-70. В том бунте 66-70-го годов. Когда около миллиона евреев погибло. Но это событие повторяется во всей истории. Часто из-за тех, которые называли себя христианами. И которые как бы действовали во имя еврейского мессии. The second clause Others will be carried into the countries of the Goyim. Вторая фраза Отведутся в плен во все народы. Или в Goyim. This could be the Jewish diaspora. Это может означать или означать еврейскую диаспору. И Иосиф Флавий, историк, states that 1,100,000 Jews were slain. Говорит, что миллионы, миллионы, 100,000 евреев были убиты. And 97,000 carried away captive as slaves by the Romans. А 97,000 были взяты в качестве рабов. Поэтому мы видим, что это исполняется. And the last says And Yerusalem will be trampled down by the Goyim until the age, literally, seasons of the Goyim has run its course. Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. In Psalm 79, verse 1, it says, In Psalm 79, verse 1, O Goyim have come into your inheritance. They have defiled your holy temple. They have laid Jerusalem in heaps. In Isaiah 63, verse 18, Our adversaries have trampled down your sanctuary. In Daniel 9, verse 26, After 62, sevens, Messiah will be cut off. With nothing left to him. And the people of a prince yet to come will destroy the city and the sanctuary. 9, verse 26. По истечении 62-х седмин предан будет смерти Христос, Мессия, и не будет. А город и святилища разрушены будут народом вождя, который придет, и конец и будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Луки 21-25. И Луки 21-25. И нужно понимать это в контексте великого дня Адоная, о котором говорится в 3-й главе Иаиля. 1-5. 1-5. Иаиля 3-я глава, первые 5 стихов. Ибо в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосифата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, которые они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребия, давали отрока за блудницу и продавали отраковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистинские, хотите ли воздать мне возвездие, хотите ли воздать мне легко и скоро я обращу возмездие на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое и на лучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. Видим мы этих пророческих словах в книгах пророков и видим, как Бог воплощает эти пророчества. Знамения в солнце и луне, в звездах. Точно мы не уверены, что это значит, но есть много астрономов, я бы сказал, которые говорят о времени, которое скоро грядет, что будут происходить много разных событий в небе именно. В стих 27 и мое. Мое. Субтитры создавал DimaTorzok И тогда увидят сына человеческого грядущего на облаке с силою и славой великою. Это точно говорит о втором приходе. И мы знаем, что так называли Иешуа. И мы увидим его грядущего как царя. Это вторая глава. Я много могу сказать здесь. Но хочу самое главное выделить. В 32 стихе. Но я молился о тебе, чтобы не сходила вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Это поворотный момент необходимый даже для некоторых учеников. И как мы раньше говорили о том, что это связано с идеей тешува. Затем также вот этот факт, что он говорит, утверди братьев твоих. И мы на самом деле видели, что Петр укреплял первые мессианские общины. И очень многое можно сказать о том времени смерти Иешуа. И стихи 67-70. У Луки очень длинные главы были. Если ты Христос, это говорит священник. Скажи нам. Он сказал им, если скажу вам, вы не поверите. Если же я спрошу вас, не будете отвечать. И отныне Сын Человеческий восядет от десною силы Божьей. И сказали все, итак, ты Сын Божий? Он отвечал, вы говорите, что я. Вопрос, ты Машиах? Мессия, Сын Благословенного. И он отвечает, я есть. Вы говорите, что я есть. Некоторые теологи говорят, что в этих синоптических Евангелиях Иешуа не называл себя Мессией. Поскольку тогда нужно было бы дать доказательства, подтверждения. И в этом варианте его был прямой ответ на вопрос Коген Хагадоля, первосвященника. Иешуа не сильно колеблется. Но более того, он использует слово Адонай. Он использовал слово Адонай в контексте, чтобы идентифицировать себя с Моисеем. Когда Моисея спросил у Бога, кто меня посылает, а тот ответил, я есть, кто я есть. Или же другими словами он мог ответить, я всегда буду тем, кем я есть сейчас. Иешуа не только подтверждает факт, что он есть Мессия, Сын Бога. Но в то же время он отождествляет себя с Адонай. И такие примеры можно увидеть еще в Евангелии Иоанна. Иоанна 4, 26 и 18, 6. Правда, что в первые дни служения Иешуа не хотел, чтобы кто-либо знал, что он есть Мессия. Но в последние дни жизни не было никакого секрета о мессианстве. Матфея 26, 64, Иешуа's answer to the Kohen-Ah-Hodol, it says, the words are yours. Он говорит, ты говоришь, твои слова. The literal translation of the Greek text here is, you have said. Или же другими словами, буквально перевод, ты так сказал. And it is taken to mean, yes. И другими словами это значит, да. Okay? He would be sitting at the right hand of God. И что? Он будет сидеть по правую сторону Бога. И Иешуа применяет 109-й Псалом 1 к самому себе. Okay. We will move on to chapter 23. Голова 23. And 23 to 25. Стихи 23-25. Okay. This is the trial. Это во время суда было. And I just want to mention one particular thing here. Some argue that Pilate's protestations against putting Иешуа to death show that he did not really want to do it. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят. That's in chapter 23, verses 14 to 16. И тоже в той же главе 14-16 стихи. And because of that, very little blame rests on him. Verse. No, that's not a verse. Oh. Because of that fact, yeah. Which fact? Some argue that Pilate's protestations against putting Иешуа to death show that he really did not want to do it and that, therefore, little blame rests with him. So, you can't blame poor old Pilate. Ah, now see. То есть, поскольку Pilate не хотел его распинать, то не следует слишком много вины на него возлагать. Okay. It comes about excusing what Pilate did. Только когда Пилат принес извинения за то, что он сделал. Okay. To this can be added the argument that Yeshua himself says to Pilate. И что сам Иешуа сказал Пилату. There is one whose blame in the matter is greater than yours. Where? John 19, 11. It's not exactly in those words, but You would not have any power in the matter, if it would not have any power in you. So, it would be more of a sin on those words, Okay. If these arguments are true, Если эти аргументы правдивы, то таким образом это будет поддержка антисемитизма. The Jews are not the Gentiles, as represented by Pilate. The Jews are not the Gentiles, as represented by Pilate, Язычники в лице Пилата. Ответственны за смерть Иешуа. But In these verses Luke takes great trouble to show just how weak willed and unconcerned for justice Pilate was. Но в то же самое время Лука показывает, насколько слабая воля была у Пилата, насколько он слишком переживал о справедливости. The yelling and shouting of a mob И крики толпы Возгласы толпы Заставили его изменить свое решение. И он принял решение. The Greek can mean past judgment. The words he decided. Means. In the Greek can mean past judgment. И получается те слова, что там записаны Он решил или Он принял решение на греческом означает, что Он произвел суд. И Он удовлетворил их требования. И не удовлетворил требования справедливости. He released a man whose black character Luke paints with the words insurrection and murder. We're talking about Barabbas. И Он освободил человека очень плохого человека и Он являлся убийцей. He surrendered not only His feeble intentions but His commission under Rome and under God to support justice. Okay? Не только свою свою слабую волю или свои слабые желания, но также власть Рима Он применил в этом суде или отдал на этот суд. и Он отложил в сторону и отказался от того, что Ему следовало бы сделать. Again? И позволил нескольким людям повлиять на себя. И нужно понимать, что это произошло не по воле еврейского народа, но по воле толпы под водительством каких-то лидеров. Thus, Luke wants to make clear that Pilate's share of the guilt is great. И поэтому видно, что часть Пилата его часть вины большая. 35-36 стихи. Стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. Это исполнение пророчества из Псалма 21-го. Восьмой либо седьмой стихи. И затем в шестой стихе. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и исполняя тем самым пророчества 68-й главы Исаии. Два второго стиха. И это либо в двадцать или двадцать или двадцать 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 первый или двадцать второй стих. И тем сорок пятый стих. все это все происходят в период распятия. И можно тоже много сказать. но я выбираю только самые важные моменты. В сорок пятом стихе померкло солнце. и завеса в храме раздралась посередине. И в 26-й главе есть описание этой завесы. Она еще висела в скине. отделяло святое от святого святых. И только Кохен Хахадоль мог пройти через завесу внутрь только один раз в год на Йом-Кипур чтобы принести жертвоприношение за свой грех и за грехи народа. И когда завеса разодралась надвое сверху донизу то это был символ что каждому Бог открывал вход в самое святое. Святой святых на небесах как есть об этом учение евреям хибрус вот евреям девятой главе. евреям 9-9-9-9-9-9-9-9-9 Аарон's rod that sprouted on the stone tablets of the government где были золотой сосуд с мамой жезл Аарона в наследший скрижали завета над ним херувимы слава осенящие очистилища и пока не будем обсуждать детали этого устройства. И далее идет перечисление объяснения устройства. Факт, что заезд разодрана была сверху донизу показывало, что Бог сам это делал. Что Бог это место открывал. И хотя в скене в пустыне Ковчег завета был скрыт за завесой. И когда Давид внес его в Иерусалим inside of tent yeah so it was open Поэтому Ковчег тоже находился в палатке, которую можно было видеть до тех пор, пока построили храм. И в то время в принципе у людей был доступ к скрижу. Интересно, что когда вы видите пророчество в Писании, говорится, что я восстановлю в скене Давида. Бог не говорит о восстановлении скения в пустыне, но говорит о восстановлении скения Давида. И каким-то образом это сделано было, когда Ишуа принес себя в жертву, и Бог разодрал завесу. Для того, чтобы вы смогли видеть внутрь Святой Святых Ковчег Завета. 24-я глава. Мы подходим к концу. описание того, как похоронили Ишуа. Также мы очень много можем увидеть о традициях и также уважение к Шаббату. Но в этой главе 24, Луки 24, начиная с 13-го стиха. в тот же день двое из них шли в селение и разговаривали о всех событиях произошедших. И в тот момент, о чем они согласились, Ишуа спросит Шаббат, о чем вы говорите? А ему говорят, неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? О чем он сказал им? Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и народом? Мы видим состояние учеников. Они думали, что он есть пророк, но в принципе они забыли о том, что то, что есть Мессия. Я думаю, что по этой причине он пришел к ним. Они просто такие слова сказали об Ишуа, поскольку они полностью не понимали, что произошло. И 21 стихе «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». И мы можем даже видеть эти ожидания евреев того времени и ожидания учеников были такие, что вот это время, когда царь возвратится. Поэтому это было общепринято мышление. Они надеялись, что он освободит их от Римлян. Но что затем Ишуа сделал? Он говорит, в 25 стихе «Несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисса и всех пророков, он объяснял им сказанное о нем во всем Писании. И пророчества о Мессии во всем Танахе, которые исполнились в Ишуа и о чем сказано в Писаниях Обновленного Завета. Есть, существует спор под поводу такому, сколько вообще пророчеств есть. лично я придерживаю где-то количество 50-54. И часто многие из них указывают на смерть Мессии таким образом. что Ишуа шел с двумя талмидим по направлению к Эмаусу, конечно, это относилось ко многим из этих пророчеств. И когда Он объяснял все то, что было о Нем сказано, однако все же они не поняли в чем смысл. Только когда Он преломил вместе с ними хлеб, их глаза открылись. не только им нужно было слово, но взаимоотношения. И я предполагаю, что у Ишуа был какой-то способ, как Он это сделал, переделал. Или же у нас есть какие-то определенные стили, способы, как мы что-то делаем. Или же например моя мама всегда резала мясо каким-то определенным образом. Я мог бы ее узнать только по этому факту. И я думаю, что Ишуа тоже был какой-то стиль, как Он свет преломил. Так что ученики узнали это. И можно сказать свет зажегся. И иногда это нам нужно. Тора, Моисея и пророки. Все это говорит об Ишуа. Показывает нам то, что надо понимать. И затем Ишуа уходит. 48 и 49 стихи 48 и 49 Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование отца Моего на вас. Вы же оставаетесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше. Отец обещал Духа Святого. Он обещал, что Он поселится внутри нас. И Дух Святой дает силу. Во-первых, чтобы быть свидетелем. Для того, чтобы можно было рассказывать другим о том, что Бог сделал. И в 50-м стихе Он подняв руки Свои благословил их. И сегодня же мы это тоже видим. В большинстве служений церковных есть благословение. Они поклонились Ему, поскольку понимали теперь, кто Он есть. Сын Бога, Божественный Сын и достоин поклонения. И после этого они пребывали всегда в храме, славя Бога. И это нам следует делать. Я подошел к концу. Будьте благословлены и ободрены. И много можно научиться. И много мы можем получить от другого. Продолжайте читать Луки. У него есть много чего сказать. Спасибо за ваше терпение. Ваше вопросы. Ваше вопросы. Ваше вопросы. можете задать вопросы. Я не гарантий ответ. Продолжение следует...